Глава 30. «И что теперь?» — спросила Лена, когда они с Лизой вышли из женской консультации. Они остановились на ступеньках. Лиза была в полной прострации. Она боялась идти в больницу одна, да и не верилась ей в такое счастье. Но Лена настояла. Тест тестом, а нужно удостовериться, что все правда, да и вообще, что все в порядке. — Семь недель! Невероятно! — Лиза не верила своему счастью, пока не услышала стук сердца. — Ребенок! У нее! Господи, да неужели же это свершилось? Она никогда в жизни не была так счастлива. — Как что делать? Рожать, конечно! — непонимающе посмотрела на нее Лиза. — Я так долго этого ждала! — Да я не об этом! — отмахнулась Лена. — А Иван? — А что, Иван? — гордо вздернула подбородок Лиза. — Огромное ему спасибо, конечно, но с ним все. — Пусть себе! — пасется! Ему же нужна другая женщина. Пусть ищет ее! — Лиз! — осторожно сказала Лена. — Я считаю, что он должен знать. У него же нет детей, а у твоего отчима внуков. — Я, как юрист, тебе говорю, не дай бог что, а ребеночек все-таки наследник. — Нет, Лена! — отрезала Лиза. — Мне ничего от него не надо. Все, что он мог сделать для меня, он уже сделал. Никто ничего не узнает до тех пор, пока я не решусь сказать. — Ну и зря! — несколько разочарованно вздохнула Лена. — А вдруг в связи с этой ситуацией все бы у вас еще получилось? — Сейчас для меня нет ничего важнее того, чтобы я родила ребенка, — Лиза замолчала. Лена уже знала подругу. Значит, разговор окончен. — Да, это точно, — сказала Лена, весело подхватывая ее за руку. — Действительно, ну их всех. Пошли лучше мороженого купим, мамочка. Я угощаю. Что же мне с вами делать? Кругом одни беременные. — Ну, как тут дела? — заглянув в комнату, спросила Лена, только что вернувшаяся с работы. Настя сидела на диване, а возле нее сидел Рома. Севка рисовал в кухне на столе. Увидев мать, бросился ее встречать. На кухне же Лена обнаружила Женю. — Прекрасно! Хотела отдохнуть после работы, называется. Что еще за семейный вечер? — Мама! — крикнул Севка. — К нам папа приехал. Лена проигнорировала это заявление. Сухо кивнула Жене и прошла в комнату к дочери. — Что случилось, молодежь? — спросила у нее Лена, видя, что Настя какая-то бледная. Да и Ромка мнется, словно не решается что-то сказать. — Что у вас тут? Выкладывайте. — Мам, Рома и его родители хотят, чтобы мы жили вместе, — как-то испуганно сказала Настя, взглянув на нее. — Шутите? — удивленно спросила Лена и осведомилась. — И где же? Не у нас, случайно? — Нет, у нас, — с готовностью вскочил Ромка. — В моей комнате. Мы все устроим. Тетя Лен, родители мои только за. Поговорить хотят с вами. Вот. Лена на секунду подумала, что ей все это снится. Шестнадцать лет. О каком совместном проживании идет речь? Настяка, овца овцой. Ее мусор-то выбросить не допросишься. А тут... — Час от часу не легче, — сказала Лена. Сзади подошел Женя. — Настя, ты мне что говорила недавно? — Мам, я не знаю, — растерянно сказала Настя. — Но ведь ребенок же, наверное, так надо. — Лен, ну пусть попробуют, — сказал Женя. — Ну что же теперь делать, раз так получилось? — Что вы знаете вообще? — Ох! У Лены просто руки опустились от новостей. Она прижала ладонь ко лбу. У нее, кажется, давление поднялось. — Господи, да когда же это кончится? — Одну проблему решаешь, еще с десяток накидывают. Женя сзади примирительно обнял ее за плечи. Лена сердито попыталась стряхнуть его руки. — Этому еще что надо? — Детей делаете вы быстро, — хмуро ответила она. — А потом не знаю. — Да что вы вообще знаете? Вы понимаете, что и так у нас будут проблемы? Вы оба еще несовершеннолетние. Еще и жить вместе они собрались. А семейная жизнь, Настя, это тебе не праздник. Головой-то думаешь? Ты беременная. А тут еще стирка, готовка, уборка. Это же семья. А потом ребенок появится. Тут у мамы на всем готовом ничего не хочешь. С собакой погулять целая проблема. А там самой придется шустрить. А учеба? Настя, все это осознав, побелела. Севка смотрел на них, ничего не понимая. Даже Робин молча лежал у порога. Насте уже не казалось такой уж романтичной эта Ромкина идея с совместным проживанием. Сначала она как-то обрадовалась. Взрослая, самостоятельная жизнь. Подружки обзавидуются. А теперь, после слов мамы... Да и она сама не знала, любит она его или нет. У нее и так настроение скакало. То она ненавидела Ромку, то скучала по нему. Вот и подумайте, голубки. Лена хотела еще сказать что-то, но Женя увел ее на кухню. Лена устала села на стул и закрыла лицо руками. Ей стало так жаль себя. Сколько же можно? Лена, ну ты все-таки зря так категорично, сказал Женя, прикрывая дверь. Может, пусть идет, попробует. Вернуться же всегда сможет. Какой ты умный, зло сказала Лена. И добрый папа. А кто вот это все разгребать будет? Все на мне повиснет. Да ладно тебе, может, все будет нормально, спокойно ответил Женя. Ну что она у нас, последняя что ли? Хватит истерить, дело сделано. К тому же ты не одна, я помогу. И вообще, давай серьезно. Нам нужно быть вместе, хотя бы ради детей. Вечером пришли родители Ромы. Лена с трудом вынесла этот визит. Женя еще вертелся под ногами, какой-то чересчур услужливый и назойливый, как муха. У Лены уже все кипело внутри. Объяснила человеку, не понимает. Остался потому, что он, видите ли, отец Насти. И его внезапно стала интересовать судьба собственной дочери. Лена просто рвала и метала. Лена, со слезами на глазах сказала Надя. Валера сидел рядом, как истукан. Вся эта ситуация ему очень не нравилась, но... Мы не можем остаться в стороне. Это же наш сын. Лена поняла, что Надя, как любая мать, конечно же, боится, что сына привлекут к ответственности. Не все же так просто. Переспали, родили. В шестнадцать-то лет. Ну, любит ее Ромка. Да и ребеночек будет, сказала Надя. Пусть уже живут у нас. Надя, вы с ума сошли? Лена была в шоке. А в школе как? У меня голова кругом. И как она будет жить в чужом доме? Так я помогу, сказала Надя. Валера только кивнул. Что же, будет у меня двое детей. Лена про себя подумала, что, скорее всего, Настя через месяц прибежит домой. А то еще и вернут ее с доплатой. При всей помощи, оказанной Надей, и ее терпению может прийти конец. Настя же лентяйка. Это она ее не слушает, а Надя скажет обидеться. И все равно одна дорога – домой. Надя, да она сама не знает, еще хочет ли она. Лена назвала последний аргумент, имеющийся у нее. Надя только вздохнула. Раз наделали делов, надо и ответственность за это нести. А в школу вместе пойдем. И в комитет, если вызовут. А они вызовут, сказала Лена. Женя накрыл ее руку своей, пытаясь успокоить. Ну что же, значит, пойдем объясняться. Мы же родители. Надя уже вытирала глаза. Страх за сына был сильнее ее. Женя, впервые Лена посмотрела на него. Ты что скажешь? Я уже не знаю. Я думаю, нужно дать им шанс, сказал Женя. Пусть попробуют. Ну, раз отец сказал, пробормотала Лена, отняла руку и встала. Тогда пусть живут. Лиза весь день промучилась в сомнениях. Хотя она и сказала Лене, что не будет ставить Ивана в известность, но почему-то ей очень хотелось ему рассказать. Ей хотелось, чтобы он узнал, как он ошибся. Ведь никто еще не рожал ему детей. Да и вообще он даже пальцем не шевельнул, чтобы хоть как-то узнать ее. Подумав еще, Лиза решила, что пока она говорит, никому ничего не будет, даже матери, чтобы не сглазить. Это будет только ее ребенок. А там посмотрим. Она подходила к дому, когда увидела Сережу, сидящего на лавке у подъезда. Господи, и тут он ее выследил. Лиза нехотя приблизилась к подъезду. Ну и что ты здесь делаешь? С тоской спросила она, садясь на лавку рядом. Его только не хватало для полноты ощущений. — Привет, Лиза, — радостно сказал Сережа. — А я тебя жду. Поговорить надо. В гости пустишь? Лиза не хотела спорить. Ну не у подъезда же разговаривать. На радость старым кумушкам-соседкам, живущим на первом этаже. Потом матери мигом все донесут. Они еще после ее свадьбы не успокоились. Потом Лиза сюда переехала. Да еще одна. Тут тем для разговоров на пятилетку бы хватило. — Пошли, — коротко сказала она. Они вошли в квартиру. Лиза скинула босоножки. Ее снова внезапно замутило. — Проходи, я сейчас. Она быстро прошла в ванную. Сережа ждал ее в зале, осматриваясь. — У Марианны все по-прежнему, — сказал он, когда Лиза вернулась. — Давненько я здесь не был. Все те же театральные шторы, книги, статуэтки. Буду аршальной императрицы, блин. Сережа рассмеялся собственной шутки. — А что изменится-то? Решив не затягивать разговор, спросила Лиза. — Что ты хотел сказать мне? — Я все документы на развод никак не подам. Хорошо, что ты пришел сам. Давай договоримся. — Нет, Лиз, я не об этом хотел поговорить, — сказал Сережа, взяв ее за холодную руку. — Слушай, все изменилось. Я устроился на работу. У меня теперь хорошая зарплата. Я все осознал, что был неправ по отношению к тебе. Прости меня. — Господи, Сереж, но ты опять, — возмущенно сказала Лиза. — Я же тебе все уже сказала. — Ну, я ошибся, — горячо сказал Сережа, просительно глядя на нее. — Хотел просто поправить ситуацию. — Согласен, что поступил глупо. — Пожалуйста, давай снова будем вместе. — Ну, неужели ты не ошибалась? Я ведь хотел как лучше. Я же люблю тебя. Он заглядывал ей в глаза, пытаясь разглядеть в них хоть какой-то отклик. Но Лиза смотрела на него прямо и твердо. — Сережа, мы не можем больше быть вместе, — тихо сказала она. — Ну, почему? — Сережа выглядел крайне расстроенным. И тут Лиза, для себя уже решившая никому ничего не говорить, повинуясь какому-то порыву, сказала. — Причина веская. Я беременна, Сережа. От другого мужчины. Глава тридцать первая. Лена, скрипя сердце, все же смирилась с мыслью, что Настя уходит жить к Роме. Отговаривала дочь, как могла. Вырастят они малыша и сами. Лена в этом не сомневалась. Опыт есть. И Женя тем более обещал помогать. Ну, как она будет жить с нелюбимым человеком, да еще и в чужой квартире? Ее Настя, которая по своему дому-то ничего не делает. Вот это Ромкины родители ей мозг промыли. Даже у нее это не получилось сделать. Несмотря на все ее увещевания, Настя все же решила попробовать. С досадой, но Лена согласилась. Хорошо еще, что они в соседнем подъезде будут жить, а не где-то далеко. Тут хоть забежала, проведала. Они собрали Настины вещи. Лена на неделе уже сходила с ней в женскую консультацию. Настю поставили на учет как беременную. Конечно же, сразу поднялось много вопросов относительно этой беременности у несовершеннолетней девочки, которые они всю неделю улаживали с Женей и Ромкиными родителями. Все везде выясняли, допрашивали, не взял ли он ее силой и тому подобное. Со школой ей были тоже проблемы. Лена за голову хваталась. Ведь на носу выпускной класс. А тут такой сюрприз – ходить в школу беременной. Настя категорически отказывалась. Не хотела, чтобы над ней посмеивались и пальцем указывали. Лена с грустью думала, что все у дочери пошло кувырком. Не доглядела. Не успела она ее предупредить о взрослой жизни. Все некогда было. Вот родит, потом будет сидеть с ребенком, бросит учиться. Что ее дальше ждет? И Женя еще тут, как тут был. И главное, вел себя так, как будто они и не разводились. Создавал прямо видимость дружной семьи. Лена при воспоминании о нем даже поморщилась. Севку он забирал на неделю, так как сидеть с ним было некому. Там хотя бы бабушка за ним присматривала, если он был занят. А на выходные привозил домой. Сегодня Лена должна была ехать к родителям. Вот еще одна проблема. Как рассказать им? Женя предложил было их отвезти, но Женя категорически отказалась. Севку она хотела оставить там на недельку. А ехать обратно с Женей, о чем-то разговаривать с ним, ей не хотелось. И так что-то слишком много Жени в их жизни стало за последние дни. Он уже раздражал ее даже своим присутствием. А их отвезет Виталий. Они же договаривались. Сделка его была намечена на следующую неделю. Он ежедневно заезжал к ней на работу узнать новости. Наконец, банк одобрил Виталию ипотеку. Бывшие хозяева взяли задаток, забрали вещи, передали Виталию ключи и уехали. Доверенность на подписание договора они сделали на Лену, а деньги должны были поступить на их счет из банка после сделки. Такое положение дел всех устроило. Севке Лена сказала, что дядя Виталий, который повезет их, ее друг, они учились в школе в одном классе. Севке, казалось, было неинтересно. Он предвкушал встречу с бабушкой и дедом, своими друзьями, собирая в сумку игрушки. Виталий заехал за ними, как и обещал, минута в минуту. Дорога прилетела, как один миг. Виталик шутил, болтал с Севкой. «Наверное, он очень соскучился по сыну», — думала Лена, глядя на них. Севка тоже не отставал, бурно рассказывал Виталию про сад, будущую школу, все свои пистолеты вытащил из сумки и все пытался ему показать. Но Лена не велела отвлекать Виталия от дороги. Мать с отцом встретили их радушно, хотя и недоуменно переглянулись при виде неожиданного гостя. «Мам, это Виталик Крапивин, мой одноклассник», — поспешно сказала Лена. «Но ты, наверное, не помнишь его». «А чего же помню», — сказала мама и улыбнулась. Крапивин Виталик, как он читал стихи всем мамам класса на восьмое марта, вытянулся в струнку и отчеканивал каждое слово. «Ох, как же давно это было!» «Боже!» — даже смутился Виталий и тоже улыбнулся. «Вы помните такие моменты из моего темного прошлого?» «Вы проходите», — спохватившись сказала мама. «Свелочка, сынок, иди там, бабушка, тебе пирог испекла». Но Севка, махая пистолетами, уже умчался к своим местным друзьям. Все сели за стол. Лена почему-то растерялась и не знала, о чем говорить при Виталике. Фактически он посторонний человек. Но Виталий как-то сам заговорил. Сначала с отцом, про рыбалку, про дом. Потом маме похвалил пирог. Беседа текла без напряжения. Несколько часов пролетели незаметно. Как не хотелось Лене, но нужно было признаться матери и отцу, что их дочь скоро станет бабушкой. Тянуть уже было нельзя. «Мам, тут такое дело», — помявшись, сказала Лена. «Настя ведь у нас беременна. Что?» Мама схватилась за сердце. У отца желваки на лице заходили ходуном. «Лена, ты шутишь?» «Так получилось, мам», — опустив глаза, вздохнула Лена. «Я предупреждала ее, но кого они сейчас слушают?» Мама выпила воды, едва отдышалась. Но все произошло почти так же, как и ее дочь в своей восемнадцать. Забеременела, выскочила скорее замуж. «Ох, ну Ленка-то хоть восемнадцать, а это... Господи, это что ж такое? Лена!» Она сукоризной посмотрела на дочь. «Ну как же так? Ты что же за мать такая? Как же ты такое допустила?» «Она же ребенок совсем». «Я допустила», — вскинулась Лена. «Я говорила. Не слушает». Виталик под столом наступил ей на ногу. Лена не унималась. «Я что сделаю, если у нее башки нет?» «Тихо», — сказал папа, строго посмотрев на Лену и на жену. «Нечего тут выяснять, кто виноват, а кто прав. Делать что решили?» «Рожать, конечно», — сказала Лена. «Что еще делать? Жить она к ним пошла». «Вот это правильно», — сказал отец. Мама только вытирала слезы. «Боречка», — схлипнула она, вытирая глаза. «Как же теперь? Господи, еще и жить ушла». «Как-как? Никак. Ребенок же. Семья молодая. Поможем». Отец всегда был немногословен. Не помер никто, и слава богу. Чего плакать теперь, когда дело сделано?» «Да, да», — кивала мама. «Ладно, нам уже пора», — сказал Виталий, взглянув на Лену. «Достаточно на сегодня всем потрясений. Нужно ехать, просто есть еще кое-какие дела». Лена попрощалась с сыном, поцеловала маму и отца, и они с Виталием сели в машину. Лена молчала, снова погрузившись в свои мысли. На выезде, проезжая через поля, Виталий сказал. «А хорошо у них тут, Лен. Все-таки дом есть дом. Земля, воздух свежий. Дом хороший, уютный такой». Да, Лена всегда отмечала, что ее мама умеет наводить уют. Все занавески со вкусом подобраны к цвету стен, пола, покрывала, милые коврики, посуда, постельное белье. Всегда душистое, глаженное. А вот она сама почему-то не придавала этому особого значения. По сравнению с маминым домом, в ее квартиру-то и пригласить кого неудобно. Пример надо брать с мамы. А она все бежала куда-то, торопилась. Вот только и хотела одного – отдохнуть. «Ты чего задумалась?» – взял ее за руку Виталий и посмотрел на нее. Лена инстинктивно отдернула руку. Ее словно током ударило. И правда, задумалась о своем, пока он что-то ей рассказывал. «Слушай», – вдруг воодушевился Виталик, – «севку мы отвезли, Настя у своего мужа, а поехали ко мне в дом, в гости». «В дом?» – ошалела, спросила Лена. Глаза ее округлились. «Зачем?» «Говорю же, в гости ко мне», – сказал Виталик. «Поможешь мне, возможно, подскажешь, где, что и как лучше разместить. Часть мебели хозяева оставили, надо покумекать, а то скоро за Артемкой ехать. Хочется, чтобы всем было удобно». «Ребенку все равно удобнее в городе», – сказала Лена. «Школа ведь». «Пока так», – сказал Виталик. «В школу отвозить буду. Ну что, едем? Все равно делать особо нечего». Лена подумала секунду. «Ну а что? Дома теперь никого. Еще один тоскливый одинокий вечер. Она собиралась отдохнуть. А отчего?» «Поехали», – сказала она. Сережа тупо уставился на Лизу. Он сначала не совсем понял смысл сказанного. «Беременна. Кто беременна?» «Я сейчас не понял, Лиз», – растерянно сказал он. «Ты беременна?» «Да, я», – коротко сказала Лиза. «И поэтому мы больше не можем с тобой быть вместе. И нам надо развестись, пока не поздно, чтобы ребенка на тебя не записали. Я никого не хочу обманывать». У Сережи пересохло в горле. «Значит, она, его, Лиза, получается, переспала с каким-то мужиком». Потом до него полностью дошел смысл сказанных ею слов. «Она еще и беременна». У него задрожали руки. Он зашарил по карманам и нашел пачку сигарет. Закурил. Старые часы на стене разрезали тишину своим боем. Сережа вздрогнул. Лиза, повернув голову к окну, сидела напротив него. «И что ты думаешь делать?» В каком-то страхе спросил ее Сережа. «В смысле чего?» Встрепенулась Лиза. «Ничего. Я мечтала об этом, наверное, с того момента, как сама родилась». «А я?» Спросил Сережа. «Как же я?» «Ты не подумала обо мне». «А что ты, Сережа?» Обреченно вздохнула Лиза. «Картина мира изменилась. Тебя сюда уже не вписать». «Думать о тебе?» «А ты подумал обо мне, когда взял деньги и врал мне». «Я сто раз просил прощения уже за это. Сколько можно?» Внезапно рассердился Сережа. «Тоже мне смертный грех. Могла бы быть и помягче. Мы прожили столько лет». Лиза только покачала головой. Лыка домочала. «Хотя теперь мне твое прощение ни к чему», — вспылил Сережа, гася окурок и вставая. «Ты мне изменила». «Ну ты...» «Давай разведемся, и дело с концом». «Давай», — согласилась Лиза. Наконец-то он перестал упорствовать и доставать ее. А самой ей было как-то уже все равно. «Есть только одно важное для нее сейчас — ее ребенок. Она не будет переживать. Это вредно для малыша. А что будет, то будет». Все произошло настолько быстро, что Лене показалось, что это какой-то сон. «Господи, неудобно-то, как все получилось. Но с другой стороны, как же хорошо». Они лежали с Виталиком, обнявшись на большой кровати. «Кровать какая-то счастливая», — наконец-то сказал. «И ты знаешь, все складывается как нельзя лучше. И дом я купил. Ну, почти. И кровать прекрасная. И женщина рядом такая же. Лучшего и желать нельзя». Лена не знала, что ей сказать. «Ну, ты, конечно, мастер говорить комплименты», — сказала она со смешком. Она натянула на себя простыню и легла на бок, повернувшись к нему спиной. Как такое возможно, чтобы за такой короткий срок произошло столько всего, как в калейдоскопе? Сначала ей было как-то стыдно, что не смогла устоять. А впрочем, какого черта? Она взрослый человек и свободный. И с Виталиком они знакомы с детства. Не чужой человек вроде. «Лен», — внезапно сказал Виталий, — «а выходи за меня замуж». У Лены округлились глаза. Она тут же перевернулась к нему. Виталий серьезно смотрел на нее. «А что, мы взрослые люди. Нам хорошо вместе. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь», — храбро сказал он. Лена отвела глаза. Это было правдой. «Так чего нам тянуть?» Он, не отрываясь, смотрел на нее, ожидая ответа. «По-моему, ты сошел с ума», — ошеломленно пробормотала Лена. «Есть от чего», — парировал он. «Да ты что, Виталь, у меня дети, и я вот-вот бабкой стану», — засмеялась Лена. «Еще неизвестно, как все пойдет. Может, Настя вообще вернется домой». «А ты не думай о плохом. Все будем решать вместе и по мере поступления вопросов. Дом большой, места хватит всем. Но только есть одно серьезное обстоятельство. У меня сын». Уже совсем серьезно, — сказал Виталий. «Напугал. У меня у самой дети», — сказала Лена, садясь в кровати. «Конечно же, это все непросто». «Не говори сразу нет», — сказал Виталик. «Подумай немного. Взвесь. Обещаю, все будет хорошо». Лена смотрела на него. «Ну, он и сумасшедший. Как есть сумасшедший». Но это его предложение. Она о таком вообще не думала и теперь не знала, как ей себя вести. Да ей лет шестнадцать уже никто не делал никаких предложений. «Я подумаю», — с шутливой серьезностью сказала она. Выражение ее лица рассмешило Виталия. Он обнял ее, притянув к себе. И они залились хохотом.